Театр начинается с вешалки от церковь с платочкой юбочного дозора, который также известен как платочка длинноюбочной ПОЗОР православия. Из-за православного адрес-кода больше всего конфликтов в церкви. Некоторым мужчинам, как ни странно, не пофиг, когда про его женщину говорят, что она одета, как шлюха. А некоторым женщинам не нравится надевать на голову тряпку, которая уже побывала на чьей-то потной, грязной, вшивой голове. И всем пофиг, что никакого адрес-кода в христианстве не существовало и не существует, потому что христианство отменило древние религиозные запреты и обряды, чтобы облегчить религиозное иго для своих последователей. Это потом уже сами христиане создавали для себя новые запреты и правила на основании мракобесия и традиционного язычества. Платочка юбочный дресс-код придумали знаменитые советские злые бабки. Че ты ха-ха, все из-за бабок. В 70-х-80-х годах 20 века они в чем начали ходить в церковь после военного массового открытия храмов, в том и продолжили ходить туда. В советской церкви возникла изолированная субкультура, которую пришедший в церковь молодой священник после семинарии воспринимал как необходимую составляющую религии православное христианство. Он даже если бы захотел, то ничего бы не смог изменить, бабки его бы не послушались, потому что они уже давно в церкви и знают как надо, а поп только что с чем прибежал. И через пару десятков лет этот священник становился церковным должностным лицом и ретранслировал то, чему его научили церковные бабки. Именно так работает механизм образования мифов и традиций в донаучном, то есть в традиционном обществе. А в православной Греции церковный дресс-код не возник. Люди как ходили в церковь в обычной одежде, так и ходят. То, какими словами церковники ругают за нарушение церковного дресс-кода, показывает связь этого дресс-кода с конкретной узнаваемой субкультурой по имени советские бабки. Бабки привыкли к платку, как к повседневному головному убору, поэтому вышло из храма платок не снимать, иначе рискуешь благодать растерять. Именно у бабок образца 70-80-х годов 20 века короткая юбка надежно ассоциируется с развратной женщиной, поэтому плохо. А джинсы это враждебная Америка, поэтому это еще хуже, чем короткая юбка. А татуировки, например, ассоциируются с криминалом. А пирсинг с дикарями из людоедского племени из советских приключенческих фильмов. Короткий топик. В народе называется пупоскоп, потому что пупок виден. Ассоциируется с купальником, поэтому за пупоскоп могут сказать «ты в церкви, а не на пляже». Косметика ассоциируется с «на свидание пошла». Маникюр ассоциируется с тем, что не занимаешься домашним хозяйством, белоручка с маникюром. А за шорты могут сказать «ты в храме, а не на пикнике». Причем как мужчине, так и женщине. В церкви до сих пор существует принцип «брюки – мужская одежда, а юбка – женская одежда». Объяснить, почему так, церковники не могут. А на вопрос, является ли это религиозным догматом, вроде веры в богочеловеческую природу Иисуса Христа, церковники обижаются и злятся. Православный дресс-код показывает, как возникает и передается из поколения в поколение не столько народная мудрость, сколько народная глупость и народная кринжатина. И поэтому следовать традициям в современном обществе научно-технического прогресса – это плохая идея. Продолжение следует... Продолжение следует...